Проблемы с учебниками в Кыргызстане существовали всегда, но именно этой осенью ситуация накалилась. Впервые за долгое время решились на серьезный шаг. Подготовили к печати новые учебники по 32 предметам. Журналисты попытались пристыдить Министерство образования и Академию наук, ответственных специалистов, но те сказали, что за все отвечает издательство. Дескать, Министерство тут ни при чем. Как только книги растиражировались и дошли в руки учеников с пыли и недостатки. Куча элементарных ошибок по несколько на каждой странице. Вот страница «Рекордсмен». Семь ошибок на ней. Однако что это за Министерство, которому плевать на содержание книг? Теперь издатель перепечатает почти 90 тысяч учебников. Жаловались на местные книги и раньше. Многие посмеивались над портретом космонавта Салиджана Шарипова. Оказалось, у детей и любителей рисования выходит гораздо лучше. Сравните-ка версии. А еще наши соотечественники находили ошибки на обложке учебника по алгебре. Куманитарии вряд ли поймут, но математики сильно возмущены. Они же показали правильные варианты уравнений. А вот это география для восьмых-девятых классов, изданная в 2000 году. Ее перепечатали в 2012. Если вы не гений, то не стоит даже стараться читать ее. Ничего не поймете. Вот как примерно это выглядит. В начале Палеозоя на допалеозойском фундаменте появляются раннекалидонские геосинклинальные впадины, которые охватывали обширную территорию южнее и западнее Заилийского Аллатоа. В конце Кембрия и в начале Ордовика начинаются первые калеодонские тектонические движения. И первоначальные поднятия образуют Макбалскую и Бурханскую эпогеоксинальную орогенскладчатую систему. Примерно таким языком сейчас оправдываются в Министерстве образования за постыдные книги. Но давайте называть вещи своими именами. С издательством книг кое-кто явно схалтурил. Канад Рыскулов, Коныч Пик Мамытов, Рустим Раимбеков, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова